Рознобаковые, абсолютно разные темы. От молодых, которые выработал Адам Панчук, привожу опрану на улице города, до портретов таких классических, коляровых, привожу портретов ветеранов, которые, как заработать в Киеве, наткнила книжку Александра Алексеевича, Агнешку Райсу. Там могут абсолютно разные, там есть и полароиды, фотографии с рулем мобильным телефоном. И вот именно этот факт для меня есть таким фантастичным отказом, шматриким импульсным фотографам, которые меня пытали молодым, начинающим, что происходит на Голоруссии, как фотографировать. Вот, пожалуйста, возьмите книжку от вам Библии. Это шлях, когда одно поколение фотографу дает импульс иншим, это не значит, что они развивают все же самые мовы и работают такие же самые рынки. Нет. Но есть это шлях, когда поколение, что это иншее поколение на первое. Это можно добавить в немецче, например, в Польше. Все же таки, это шлях есть. И в этом смысле можно сказать, чтобы до полного пункта в истории этот шлях еще и працавал. Но сейчас, когда в Европе не анима, не жалов, а больше, что самое главное, заявился интернет, и по Европе можно пересовываться с такими худкостями, что там фестиваль идет, выставы и так далее, так далее, и очень тяжело сказать про географичность. Как мне Максима сказать, что мне здают фотографии зарублено за мужчиной. Это очень тяжело. Есть фотографии, которые не могут зарубить мужчину. Это правда. Мне здают, что зарублено очень глубокое отчувание матуле. И вот это я все разобачиваю. Ну, как я думаю. Вот уже другая лекция, которая просто не ломает то, как я почуваю в Беларуси. Потому что приходят много людей, молодых, в очи, в твари, оптимистично, слухают здесь вопросы. Я вижу, что их нечто шокирует, что они реагируют. С одной стороны, я в это не верю, с другой стороны, я это вижу.